друзья всем привет я рад приветствовать вас на канале cbrc и сегодня хочу сказать еще одну историю моего нового проекта погнали и так что это за проект почему я решил его собрать сделать почему это интересно у меня уже есть опыт который меня на это подтолкнул опыт именно с моделью cross rc демон тот самый который вы помните я показывал как я его делал я показывал как его красил собирал какие нюансы был даже обзор но то как машина себя показала в общем мне невероятно понравился этот проект мне понравилось что можно катать машину аккуратно можно катать машину копийно как это все смотрится в кадре и я давно наблюдаю за такой фирмой как rc 4 вд они делают довольно интересные шайские давно на рынке модели очень интересные у них шасси интересные с особенностями надо сказать но я дозрел я понял что я дозрел это не бюджетные модели поэтому те кто только приходит в это хобби я бы наверное не рекомендовал начинать именно с этой модели и вообще с этой фирмы потому что ее надо понять какая идея какая задумка и что что уже сделано сейчас о чем хочу рассказать смотрите мне удалось приобрести вот этот замечательный корпус шевроле blazer очень крутой это hard body именно этой фирмы и дальнейшем я планирую поставить этот кузов на шасси вот какой он будет пока сейчас я решаю этот вопрос вариант на самом деле у меня два первый момент можно приобрести если мне очень повезет шасси оригинала версии 4 вд trial finder 6 называется вторая версия на идет есть китовый набор и продается она идет двухступенчатая коробка передач и этот кузов замечательно на нее садится колесная база там 208 7 миллиметров второй вариант есть копия продается на алиэкспресс она стоит немножко дешевле сделана довольно хорошо качественно я прям сравнивал вплоть до просверленных отверстий там же где у оригинала поэтому сделано должно быть неплохо тем более у людей в опыт есть уже такое эти шести приобретали на алиэкспресс и пользуются и все хорошо сейчас я просто ищу варианты поэтому время немножко затянулось сборки этой модели сейчас не так просто достать эти шасси в оригинале их возят крайне мало редко цена на них высокая и поэтому я ищу подходящий вариант для того чтобы уже начать собирать модель сейчас хочу рассказать просто показать что представляет из себя этот кузов бампера кстати говоря вот такие вот прикольные хромированные я не знаю каждая царапина наверно будет как серпом по сердцу приехал кузов мне из москвы я заказывал там у человека который занимается именно поставками этих моделей в такой коробочке упакован была инструкция по сборке кузов был уже собран хотя здесь все подробно расписано как что подключается как что собирается и так далее и так друзья кузов он очень крутой мне нравится как он собран его открывается капот причем там нет никаких подставочек там есть вот такие вот петли как у настоящих машин если маленького хлябать сейчас это просто надо под затянуть напоминаю кузов был собран не явил собирал в таком видео мне и достался подкапотное пространство большое есть дворники там установлен салон внутри у него не открываются боковые двери складываются вот зеркала что касается задней части смотрите здесь стекло которое открывается и такая вот штука я чуть крупнее потом поснимаю все детали элементы чтобы было видно и вставлю в ролик тоже крепится он здесь с двух сторон вот здесь и вот здесь также есть отверстие под шпильки которые идут но я думаю буду с этим что-то придумывать мне не очень нравится чтобы торчали крепежные элементы здесь посередине корпуса такая вот мордашка симпатичная у него подготовка под свет все то есть тут есть фары боковые поворотники в общем вот все везде где что может светиться здесь можно это установить здесь вот тоже поворотники они тоже включаются и работают ну и соответственно можно установить здесь по два светодиода насколько я смог разглядеть в каждую заднюю фару можно снять также откручивается снизу снимается вот эта белая часть и он превращается в пикап но так как пикапов у меня уже несколько штук я не буду этого делать мне не нравится именно в таком варианте все прям прикольно и здорово что касается качество сборки и покраски да есть нюансы да кое-где есть вот так называемые оплой тут я что-то не допилили немножко где-то в переходах покрашены но меня это не сильно беспокоит потому что ну это совсем мелочи такие которые возможны во время покраски что касается дальнейшей судьбы этой модели будет происходить следующее 6 китовый набор тройл фендера он идет без электроники он идет с колесами но найдет совсем без электроники 6 которая идет на алиэкспресс которую я рассматриваю покупки она идет тоже без электроники также с колесами комплект коробка там есть аморты мосты и все все в порядке соответственно потом будет поиск подбор электроники скорее всего будет стоять фьюжен я вот присматриваю новый который с е у нас появился я думаю он сюда подойдет вот и в дальнейшем буду смотреть подбирать настраивать есть один нюанс что вот эти модели когда их собирают у них очень высоко корпус над колесами то есть промежуток между аркой и колесом он большой и это обусловлено тем что нет варианта регулировки то есть ты вот крепишь получается кузов на винты и и все вот как получилось так получилось возможно с этим можно что-то будет придумать я буду уже это смотреть изучать это уже в будущем предвкушаю что-то интересное потому что выглядит модель очень круто 6 сама по себе интересная даже если это будет дубликатор она ну для тех кто знает напомнили тех кто не знает скажу что она на рессорах то есть у нее есть рессоры работают из-за этого почему это 6 еще и интересно и наверное почему с новичкам будет непривычно мне очень маленький ход подвески то есть нету огромных ходов которые привыкли мы видеть на трофе ну то есть это не микро получается точно связи с этим все четыре воды есть возможность то есть они прямо выпускают ты можешь перестроить убрать рессоры поставить обычные амортизаторы с пружинами но это вроде как менее копийно зато появляются ходы в автомобиле мне этого не нужно я хочу поизучать в идеале в идеале я держу крестики чтобы мне попалась 6 оригинала си 4 вд за какую-то приемлемую цену который меня устроит и это будет тип набор я буду ее собирать мне очень интересно посмотреть как что устроено посмотреть на качество материала посмотреть за что же они берут такие бюджеты ну это просто прикольно ну и в дальнейшем до какого-нибудь водителя сюда посадим потихоньку машинка обрастет светом я думаю что буду ставить сюда какую-то более интересную световую схему мне хочется чтобы там при повороте колес там поворотники включались раз уж здесь все это можно установить почему бы этого и не сделать итак друзья новый проект rc4vd либо полностью либо копия что касается 6 у нас появится ближайшее время сейчас пока вот эта красота отправляется в коробочку будет храниться до тех пор пока не появится основа не появится колеса и потом будем собирать тестить катать получать удовольствие следите за продолжением этой истории надеюсь вам будет также интересно как и мне всем пока удачи Субтитры сделал DimaTorzok